Вот это наша дорога в школу. Отпускать ребёнка в школу одного я боюсь. Приходится вместе каждый день. А возвращается она одна, когда уже темнеет. Это сейчас. Здесь снег и гололёд. Когда немного всё подтает, то дети по колено в грязи. Путь к знаниям тернисты сложен. Особенно для детей, живущих на окраине села Женес. Они преодолевают почти пять километров пешком, чтобы добраться до школы в посёлке городского типа Таукент. Марш-бросок с тяжёлым рюкзаком для учеников усложняют бездорожье, морозы, бродячие собаки, рассказывают тельчане. С нашего села выходят в школу около двухсот детей. Пять километров идут. Это чуть больше часа пешком с тяжёлым рюкзаком. Возвращаются в темноте. А у нас диких зверей вокруг очень много. Мы каждый день со страхом ждём ребёнка со школы. Муж на работе. Я с грудным ребёнком выйти из дома не могу. Мои дочки плачут и жалуются, что у них болят ноги даже по ночам. Сумки тяжёлые. Поэтому мы всем селом написали заявление в Акимат о предоставлении школьного автобуса. А после пришёл участковый к нам домой. Он мне сказал, что якобы мой муж открыл чат по поводу школьного автобуса и хочет сделать видеообращение. Участковый стал мне угрожать, что моего мужа посадят. Сельчане говорят, что в школе холодно. А чтобы дети сидели в тёплых кабинетах, с них собирают деньги. Деньги мы собираем на электрические обогреватели. Вы сами представьте, дети идут в мороз несколько километров. Приходят в школу, и тут холодно. Ноги мокрые. Они сидят в верхней одежде. Родители хотели зайти посмотреть, поставили ли электрические батареи, которые купили за наши деньги. Но их не впускают. Карантин. Собравшиеся добавили, что в 2009 году частная компания на урановом месторождении предоставила для перевозки детей микроавтобус, который проработал 2-3 года. Вот только он бесследно исчез. В районном отделе образования лишь ссылаются на то, что автобус не положен по закону. По постановлению правительства, автобус выделяют, если между населёнными пунктами расстояние больше трёх километров. Но село Женес присоединили к территории Таукента. Насколько я знаю, несколько лет назад частная компания выделяла мини-автобус. Он проработал несколько лет, а после, как отпала необходимость, стоял. После того, как техника устарела, её списали. Жители села Женес признаются, что на помощь местных властей даже не рассчитывают. Поэтому сельчане надеются, что им помогут в районе или области. Кроме того, чтобы выяснить, куда на самом деле делся автобус, подаренный школе частной компанией, люди намерены с заявлением обратиться в областную прокуратуру.